Матрица. Одним из самых дорогих элементов цифрового фотоаппарата является светочувствительный элемент, сенсор или матрица. Ее работа заключается в преобразовании поступаемого на нее оптического изображения в электрический сигнал или поток цифровых данных. Другими словами, благодаря матрице возникают электрические сигналы, которые обрабатываются процессором камеры, после чего изображение сохраняется в виде файла. Сама матрица представляет собой микросхему, на поверхности которой расположены миллионы пикселей. Именно они при попадании света генерируют сигнал. Чем больше света попадает на пиксель, тем больше сигнал. Чем больше количество пикселей, тем больше разрешение получаемого снимка, детализация изображения. То есть, если взять матрицу, на поверхности которой расположена, к примеру, 3000 пикселей в длину и 2000 пикселей в ширину, то перемножив, получим 6 миллионов пикселей. Это и есть разрешение сенсора. В таком случае обычно говорят матрица 6 мегапикселей. Этот ход по количеству мегапикселей скорее коммерческий, так как качество снимка еще зависит от физического размера матрицы. Другими словами, если количество пикселей одинаковое, то большая по размерам матрица будет иметь более крупные пиксели, а чем больше их собственный размер, тем больше света попадает на датчик, тем чище и естественнее будут цвета и меньше цифровые шумы. Производство сенсора дорогое удовольствие и это одна из причин, по которым производители выпускают так называемые кропнутые матрицы. Они стоят дешевле, чем полнокадровые. Полнокадровая матрица имеет размер сенсора 36 на 24 мм. Это размер кадра пленки. Кропнутые матрицы меньше по размерам и здесь появляется такое понятие, как кроп-фактор, о котором вы наверняка слышали. Кроп-фактор дает понять, во сколько раз данная матрица меньше полнокадровой. Полнокадровую матрицу обычно имеют дорогие фотоаппараты. А вот, к примеру, любительская линейка Canon имеет матрицы, размер которых 22,7 на 15,1 мм. Кроп-фактор таких матриц равен 1,6. То есть физический размер таких матриц меньше в 1,6 раза матрицы с полным кадром. Так называемые мыльницы оснащаются матрицами с еще меньшим размером.